Всем привет, друзья! С вами Закупач и это LEGO эксклюзивчики Гарри Поттер. Задержался я с выпуском этого видео, уже давно этот набор лежит у меня. Это букля из новой серии Гарри Поттер. Я выбрал самую, ну, буклю. Мне кажется, это цена-качество самый лучший набор. То есть, сколько она там стоила? Три с половиной или три девятьсот? Около четырех тысяч она стоит. Наверное, можно найти дешевле уже сейчас, когда хайп прошел. Здесь у букли должна крутиться голова номер 75979. 20 сантиметров она длину, высоту 17 сантиметров, 35 сантиметров размах крыльев. И она должна, типа, есть рычажочек, крутишь, и букля должна махать крылом своим. Также в фигурке есть мини-букля, Гарри Поттер, вот такой красавчик. И все, из интересного все. Давайте открывать, буду собирать это дело. Интересно, как долго мне придется это собирать. Набор 10+, поэтому я его буду сам собирать. Обычно мне Милана собирает детские наборы, но когда мы собирали Ниндзяга для 8 лет, у Миланы были проблемы. Поэтому, я думаю, здесь тоже могут быть проблемы. Так, все, упаковку мы открыли. Так, в комплекте идет набор номер 1, номер 4, пакет номер 2, третий, ну, по идее, все пойдет по частям, и наклеечки. О, всего лишь две наклеечки. Это письмо, Хедвик, и еще какой-то, этот самый, логотип. Логотип Гарри Поттера, а Хогвартса логотип. И книжка достаточно такая толстенькая, увесистая. Здесь есть QR-код для мобильного приложения, можно смотреть электроинструкцию в 3D варианте. Давайте посмотрим первую страницу, по традиции. Вот, из первого пакета мы собираем стенд, из второго полтела, третий почти все тело, и четвертый заканчиваем сову. Вот так это все выглядит. Соберем сейчас этого самого Гарри Поттера, и в конце у нас указаны количество деталей. Только я так и не понял, где тут смотреть, сколько всего деталей? Я так и не понял. 146 страниц в инструкции, вот она вся коллекция. Самая крутая, наверное, это Нора, и еще есть вот такой замок, Гарри Поттер. Не знаю, если вы хотите еще Гарри Поттера, то пишите, какую еще купить. Я бы, наверное, взял лучше вот этот набор, самый дешевый, это «Выручай комнату». Вот, и что тут еще есть? Да, все. Наборы, если честно, так себе. Чисто для фанатов серии, популярностью особо не пользуются. В общем, наберем много лайков, посмотрим, насколько вы большие фанаты Гарри Поттера. А я начинаю все это дело собирать. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, сегодня закончу. Отзывы о данном наборе Лего. Юлия написала. Плюсы. Три восклицательных знака. Минусы. Нету. Комментарий. Прекрасная сова. Ксения написала. Красивая, двигает головой и крыльями. Есть маленькая сова и мини-фигурка. Минусов нету. Алла. Только плюсы. Замечательный конструктор впечатлила движением. Крыльев. Ольга Федотова. Отличный конструктор. Сова просто восторг. Голова поворачивается и машет крыльями. Лучший из новинок Гарри Поттера. Минусов нету. Максим написал. Отличный набор. Интересная сборка. Достаточно непростая. Ожидал чего-то проще. Сама инструкция почти на 150 страниц. Очень классная и выразительная сова. Оказалось хорошим дополнением на рабочий стол. И фигурки-фигурки без них было бы не то. Минусы. Сначала озадачился, что детали с письмом и табличкой HeadBick изначально чистые. Ожидал, что рисунок на деталях будет сразу напечатан. А нет, это наклейка. Но ничего, наклейки вроде надежные. Отличный набор. 10 из 10. Александр написал. Красивая модель совы. Подвижные крылья и голова. Редкие лего фигурки-букли с расправленными крыльями. И Гарри Поттер в зимней мантии. Минусов нет. Комментариев нет. Он так и написал в комментариях. Нет. Александр. Красивая модель совы. Подвижные крылья и голова. Редко-легко фигурки-букли Гарри Поттера в зимней мантии. Минусов нет. Комментарий нет. Походу это заказные комментарии. Они два раза продублированы. Тухведова Дарья Фаритовна. Собрала на одном дыхании. Очень все круто. Смотрится и двигается. К самому набору у меня нет нареканий. Вот только инструкция не совсем понятная. Приходилось разбираться, что куда ставить и искать видеообзор сборки. Чтоб наконец понять, куда все-таки крепить и как. Комментарий. Я обожаю Гарри Поттера. И когда случайно увидела в разделе эту потрясную сову, сразу решила приобрести. Ведь она неплохо будет смотреться в коллекции Лего. И на фоне серии книг. Букля просто... Воу-воу-воу! Эээ! Татьяна написала. Букля шикарная. Минусов нет. Комментарий. Нашла буклю только в этом магазине. Поражает продуманность изделия. Все до мелочей. Крыльями машет. Головкой чуть-чуть поворачивается. Собрать одно удовольствие. Максим написал. Один из лучших наборов по Поттеру. Механика взмаха в крыльях хорошо проработана. Смотрится очень реалистично. Минусов нет. Комментарии. Отличный конструктор. Будет интересен не только любителям Гарри Поттера. Николай написал. Плюсы. Три плюса. Минусы. Три минуса. Комментарий. Супер букля. Крыльями прикольно машет. Ха-ха. Наталья написала. Сделали предзаказ. Ждем с нетерпением. На сайте все доступно и понятно. Быстрый ответ оператора. Минусов нет. Комментарий. Сделала предзаказ. Ждем с нетерпением. На сайте все доступно и понятно. Быстрый ответ оператора. Как только доставят, только поделимся фотографиями. Лего лучшие. Так, Наталья походу тоже продался за комментарий. Вот такие комментарии. 12 штук. Прошло где-то от 3 до 4 часов. Ну где-то часа за 3 я собрал буклю. Взрослому человеку в общем 3 часа. Ребенку я думаю 4-5 часов. И детям до 8 лет я не советую собирать набор. Потому что там в инструкции есть много зеркальных деталей. Которые ты сам должен как бы пересобрать. То есть ты собираешь для левой стороны. Там два раза такое встречается. Ребенок может до такого не догадаться. Хотя дети бывают разные. У меня короче все без проблем получилось. Вот они все лишние детали. Из лишних деталей тут интересно. Есть палочка Гарри Поттера запасная. О, вот она. Видите? Вот она. Вот она. И ну немного. Для такого набора лишних деталей запасных. Запасных. Да, меня постоянно справляют. Не так уж и много. Наклеечки я наклеил. Наклеечки клеятся на письмо из Хогвартса. И сама подпись. Хэдвиг. Хэдвиг. И здесь мы можем снимать их. Вот эти записи. Видите? То есть Гарри Поттер подставка с маленькой буклей. Ее можно снять. Вот он Гарри Поттер. И у Гарри Поттера два выражения лица. Давайте Гарри Поттера я сниму отсюда. Смотрите. У него есть выражение лица. Еще вот такое. Типа он испугался. Аааа! Сова! Ё-моё! Сова! Ты что делаешь? Это моя еда! Не как и в мою кровать. Вот типа вот такого. Вот такое выражение лица. И вот такое. Мне такое выражение лица больше нравится. Почему-то Милана переделала. Милана у меня лазила здесь. И букля вот такая маленькая. Где-то в других наборах я тоже видел таких сов. По-моему где-то они попадались. Вот. Жалко, что никакого плаща не было. Я помню в ленте были фигурки Гарри Поттера. И там к ним были всякие плащи. Ну мини вот эти коробочки Гарри Поттера. Знаете как они? Мини пакетики типа блистеры. О, фигурки коллекционные. И Гарри Поттер у нас устанавливается вот в это место. Вот эта надпись тоже постоянно слетает. Видите? Она как-то не особо тут хорошо сидит. И что меня удивило у этой совы. Почему-то она собирается так под углом. Видите? Что её можно потом разобрать. Смотрите. Я могу её наклонить. Хопа. И она разбирается. Сюда можно прятать заначки. Ну как большую заначку вы сюда не спрячете. Видите? Вот так она защелкивается. Я не знаю зачем это сделано. Кто в курсе вот этого всего. Напишите в комментариях. Я не понял. И потом мы её типа защелкиваем обратно. Так. Хоп. О, всё. Защёлкнулась. И крутится она. Вот мне не нравится как она крутится. Сова очень тяжёлая. Жалко, что я весы не догадался взять. Она такая тяжёленькая. И поэтому, когда вы крутите механизм, вот этот, для того, чтобы её эти перья, ну как, крылья летали, то потихонечку начинают вот эти крутилки выскакивать. Вот видите? Вот видите? Она соскакивает вот здесь. Вот. Сейчас. Вот здесь она как-то неплотно держится. Мне это не нравится. И именно когда ты крутишь, она постепенно выскакивает. И тест на MacBook это сова не проходит. Смотрите. Я не могу крутить, чтобы не придерживать её. То есть, сову обязательно надо одной рукой держать, второй рукой крутить. Тогда всё получается. Что с тобой? У меня кошка с ума сходит почему-то. Вот. Можно крутить и типа по часовой стрелке, можно крутить против часовой стрелки. По-моему, она без разницы летает. Но постоянно надо придерживать. Крутить можно как с левой стороны, тут есть крутилка, видите? И слева, и справа есть крутилка. То есть, с двух сторон можно крутить. Вот так сова выглядит. У неё очень прикольный взгляд. Зрачки можно регулировать. Видите? Тут у меня зрачок вот этот чуть-чуть назад смотрит, а вот этот зрачок как бы вперёд. Типа косоглазая сова. Но вы можете покрутить, как вам будет удобно. Из того, как крутится сова вообще. У неё крутится голова, видите? Она может смотреть, типа, как куры, знаете? Типа, о-о-о-о-о-о-о-о, кто это у нас такой? Потом она может, типа, влево-вправо смотреть, видите? Он вот так двигается в шее. Потом вот так в шее. И крылья. Крылья у неё перекрутятся, вот эти кончики, видите? Их можно, типа, сделать козу. Типа вот такая рок-сова. Видите? Вот так можно сделать. Рок-сова. О, вот она. Рок-сова. Можно показать палец. А, среднее, среднее перо. Среднее перо можно показать. Вот. Но я на себе не буду показывать. Вот. Среднее перо показал. В общем, вы поняли. И она регулируется вот так. Здесь всё то же самое. Они в зеркальном положении собираются. То есть можно вниз, вверх. И вот эти перья, они ещё крутятся, типа, вот так, видите? Типа, вот так его можно крутить. Они тут тоже свободны. То есть можно повыше назад, пониже, вперёд. Так же хвостик. Хвостик у неё тоже подвижный. Видите? Вот она может распушить. Типа, если брачный период у софта, она может, типа, распушить. Типа, если она мальчик. Так, ну, мы же не мальчик. Что это у меня тут всё отвалилось? А, ну, вот уже и косички. Уже что-то у меня отвалилось. Что-то уже механизм так себе. А, ну, потому что я слишком далеко потянул. Ну, вы поняли меня. То есть вот эти перья, они как бы, их можно распирить. Типа, сильнее, вот так, максимум. И поменьше их можно даже спрятать. Вот так, типа, сова. Хопа, без перьев. Но мне нравится вот так, именно вот по центру. О, вот так. Мне кажется, идеально. Ну, и всё. Больше... А, забыл. Ещё у неё эти, коготочки. Коготочками она может шевелить. Смотрите, у неё лапки. У неё лапки тоже шевелятся. То есть можно лапки поднять. Но она, типа, письмо несёт. Поэтому лапки лучше опустить вниз. Вот, всё. Так. Больше, вроде, тут никакого функционала нет. Это чисто фигурка, которую можно поставить. И вот эту крутилку можно было удешевить детали. Она бы не умела бы круть. А, кстати, вот механизм, как она крыльями, видите, перебирает. Для самодельщиков, возможно, будет полезный этот механизм. Механизм сложный. Вообще, прям, это почти что лего техник. Вот тут у неё под попкой, видите, тут всё крутится. Потом у неё здесь всё крутится. Вон там всё крутится. Достаточно интересно. Я не представляю, как можно такую самоделку самому сделать. Ну, в смысле, такой механизм изобрести. Так, она такая тяжёленькая, плотненькая, отличная. Гарри Поттера на место убираем сюда. И пойду я всё-таки кошку, не знаю, что с ней сделать. Она ела уже. Её уже кормили. О, Милан, принеси мне весы, пожалуйста, Милан. Ща мы наш сову взвесим. Мне всё-таки прям интересно, сколько она весит. Без упаковки, без всего. Так. Щик, щик. Щик. Так. 346 грамм она весит. Да, всё правильно? Да, 346. Ну, не знаю, она выглядит на килограмм. Реально прям... Вот это, когда крутишь, прям чувствуешь усилие. Прям тяжело крутить эти крылья. И всегда её нужно придерживать. Вот эти все минусы. Я почитал комментарии, когда в ускоренной съёмке собирал сову. Но я сначала снимаю обзор, а потом читаю комментарии. Поэтому я не знаю, ещё люди там писали. Я рассказал своё мнение. Вот все недостатки, все минусы и все плюсы, которые я заметил. Сова норм. Хотелось бы, конечно, подешевле, но это лего. Не знаю, стоят ли они на это денег или нет. Напишите в комментариях, сколько вы готовы были бы отдать за такую сову. Хотите ли её себе. Если вы фанат Гарри Поттера, купили бы её. Или бы её и за 1000 рублей не купили. Нафиг не нужна. Как статуэточка на полочку, мне кажется, такая классная. Мне нравится. Вот. Моя оценка по 10-бальной системе – восьмёрочка. Хорошая сова. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Если хотите больше лего, пишите в комментариях, на какой набор обзор снять. О, пока-пока.